Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Большие сроки и конфискация. Суд огласил сегодня приговоры по делу гомельских таможенников. Напомню, задержания подозреваемых начались еще в 2016 году. В итоге на скамье обвиняемых оказались 18 человек. В их числе два отдела гомельской таможни почти в полном составе, а также несколько предпринимателей. По версии следствия, таможенники брали плату за беспрепятственный пропуск машин с товарами. Неофициальная поршина составляла 40 долларов с водителя. В основном платили те, кто перевозил сельхозпродукцию без документов. По Гарцу Дмитрию Владимировичу назначить в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии, в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Это самый длительный срок из назначенных по этому делу. Экс-начальник оперативно-поискового отдела приговорен к 11,5 годам. Остальные на сроки от 3 до 8 лет. По словам родных обвиняемых и их адвокатов, они с приговором суда не согласны. Мы с сегодняшним оглашенным приговором со своим обвиняемым не согласны. Я думаю, остальные обвиняемые также не согласны. Мы его будем обжаловать. Когда получим копию приговора, будем точно знать все доводы, которые суд изложил. Но даже исходя из того, что мы сегодня услышали, мы понимаем, что суд не слышит доводов защиты и не слышит доводов обвиняемых. Проходившие по данному делу предприниматели заплатят штрафы в размере 17 тысяч до 50 и 24,5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Опасную находку обнаружили военнослужащие недалеко от деревни Тростенец Лоевского района. В лесном массиве найдены две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место саперы достали из земли еще 70 немецких минометных мин калибра 81 мм со взрывателями. Все боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены. Расположение снарядов говорит о том, что здесь находился минометный расчет. Вместе с тем, каких-либо иных свидетельств того времени обнаружено не было ни миномета, ни останков тел. Оперативники наркоконтроля перекрыли канал поставки мака и маковой соломки в Гомель. В результате задержан поставщик наркотиков. Им оказалась жительница областного центра 1982 года рождения. В момент задержания она попыталась избавиться от полиэтиленового пакета, сбросив на асфальт. Внутри находился мак и маковая соломка общим весом почти 2 килограмма. Женщине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.